Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 6 марта, день Тимофея Весенний. День назван в честь преподобного Тимофея Пустынника. С юных лет уединился он в монастыре, называемом символы. Потом много лет преподобный провел в отшельничестве. Скитаясь по пустыням, горам и лесам, он день и ночь возносил молитвы к Господу Богу. Так, постепенно дойдя до высших ступеней духовного совершенства, он получил от Бога особый дар. Дар исцеления болезни и знания нечистых духов. Скончался он в глубокой старости. Преподобный Тимофей оставил поучение от соблазнов, которые действенны сегодня. Он говорил, что, во-первых, важно не знать, что есть на свете нечто соблазнительное. Для этого не следует попадать в такие места, в которых можно видеть или слышать дурное. Как говорил Иоанн Листвичник, чего глаза не видели, того и гортонь по одному слуху не сильно желает кушать. Так и чистое тело получает от своего неведения большое облегчение в духовной брани. Очень хорошо это относится к интернету. Не заходите туда, где есть соблазн и разврат ума. Во-вторых, не поддаваться влиянию худых примеров. Наоборот, помнить о примерах добродетелей святых людей. И если вас соблазняет поведение других, разбирайте грехи свои, а не чужие. Будьте внимательны к своим мыслям, желаниям и делам, чтобы они не привели к греху. Считалось, что этот день определял весну. Поэтому его называли Тимофей Весновей. По Весновею и Весна. Такая поговорка была. Какова погода сегодня, такая весна будет. Начинали дуть теплые, а не холодные ветры. В кленах и березах начиналось сокодвижение. Приметы. Каков Тимофей, такова и весна. Дожить до весновее, а там зима не страшна. Если вокруг дерева края тающего снега крутые, к холодной весне. Пологии к долгой весне. Если встретишь белого зайца, обязательно выпадет снег. Сегодня в ночь снятся вещи и сны. Если во сне обрезаешь себе волосы к бедности. Заплетаешь косы к ложным слухам. Если ловите преступника, ваша жена вам изменяет. Заболеть во сне здоровье наяву крепким будет. 30 лунные сутки. Эти лунные сутки бывают не в каждом лунном месяце. Их значение аналогично 29 лунным суткам. Ничего нового не начинайте. А заканчивайте и подводите итоги прошедшего лунного месяца. Важно отдать долги, чтобы в новый месяц вступить ничем не обремененным. Питание сегодня должно быть легким, но плотным. Голодать не надо. Если имеется склонность к отекам, сократите количество выпиваемой жидкости и соленой пищи. Физическое нагрузки ограничить отренней зарядкой и пешеходной прогулкой. Сейчас не время тратить энергию. Хорошо сегодня почистить жилище с помощью благовония и святой воды. Первые лунные сутки. Первые лунные сутки, подобные светильнику в ночи, указывают путь. Маленький жизненный цикл, которым руководит Луна, начался. И вместе с его началом смело стройте свои планы, мечтайте. Энергетика лунного цикла поможет вам в их воплощении. Так как в это время активна голова, то не следует задурманивать ее алкоголем. Также воздержитесь от специй. Они излишне перестимулируют и этим нанесут вред. Вообще еще продолжаются высокие приливы, оказывающие повышенную нагрузку на организм. Поэтому это время проведите спокойно и умеренно во всем. Что касается очистительных процедур, там можно промывать лобные и каймеровые пазуки.